Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас замечательный автомобиль Toyota Camry 2007 года выпуска 2.4 бензин, автомат На этом автомобиле мы сегодня заменим стойки переднего стабилизатора и втулки Пошел стук, человек заезжал на диагностику к официалам Они приговорили передний стабилизатор Поднимаем, снимаем колеса, снимаем стойки и снимаем втулки Втулки мы будем использовать оригинальные, а стойки фирмы GMB Нет, втулки посмотрел не оригинал, а фирмы Lynx взял, что я говорил, оригинальные аппараты Поднимаем автомобиль, снимаем колеса Поднял автомобиль, снял колесо Чистим немножко резьбу И зальем ее пока ВДшкой Берем ключик и откручиваем, головка здесь на 17 Здесь шестигранника нет, значит сзади есть прорезь под ключ Ключик сзади на 19 Паратистик Шестигранник Вот такой вот стабилизатор, пыльник разорван, он уже застучал, а эта сторона слабенькая, нет тоже болтается, пыльник еще целый, но болтается. А вот так себя стук во втулке ведет, в машине едешь, такой грохот на всех кочках. Берем вот такую стойку стабилизатора фирмы GMB. По номеру она идет, где, где ее номер, 100-107-00. Да, 100-107-00. Здесь разницы нет, они левые и правые одинаковые. Здесь под шестигранники. Капроновое, кольцо в гайке. Здесь бракованные, а это нормальные. Мажем резьбу. Гайки я родные буду использовать, которые мы открутили. Мажем резьбу. 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 А здесь уже держим шестигранником. Так, нижнюю гайку затянул, шестигранник здесь получился шестерочка, а вот верхнюю гайку что-то туговато идет. Сейчас я ее прогоню. Затянул я стабилизатор, теперь поднимаем автомобиль и откручиваем втулки стабилизатора. Вот они у нас площадки, скобы. Сверху лежат резьба снизу и болты здесь длинноватые, я вот не знаю, вот этот болт хватит, не хватит выйти ему или он упрется в кузов. Если упрется в кузов, нам придется вот это заднее крепление отпускать и маленько подрамник приопускать. Но сейчас пробуем, тут что гадать. Хотя, честно говоря, для удобства вот этого демонтажа производителям можно было сверху сделать гайку, а болт снизу прикручивать. Но этого никто не облегчает работы. Ух, все, выдашка кончила. У нас есть новая. Ключик болта здесь на 12. Так, возьму-ка я ключик, приобрел новый ключик на 12, ломающийся. Вот такой вот трещоточный ключ на 12 кентоне. У него головка ломается. Я думаю, что он нам здесь поможет. Да? Отлично. Все-таки болт у нас упрется. Ну, пробуем. У нас еще сантиметр резьбы и где-то миллиметров 7-8 гайки. А сверху осталось где-то полтора сантиметра всего. Все. Упирается. Ослабляем. Откручиваем вот эту планку и ослабляем этот болт. С одной стороны и с другой стороны. Так, вот этот болт я ослабил. До конца мы его откручивать не будем. Болт сам на 19, а вот эти гаечка и болтик на 14. Теперь ослабляю с другой стороны. И будет видно, как у нас будет подрамник приопускаться. Вот, этого будет достаточно. Все, не надо полностью откручивать. Просто приопустили его. Болт вышел. Сейчас мы его почистим. Когда будем вставить, почистим и смажем. И этот болт второй. Теперь нам сверху будет удобнее открутить. Смажу, то я их еще смазочкой, чтобы они у нас легче выходили. Вот еще вот такой взял. Ну, эти головочки универсальные я показывал. А так еще взял вот такой удлинитель на 1,4 с гнущейся головочкой. Вон. У него три положения. Для разного усилия. И вот им за счет того, что головка гнется. О! Удобно подлезть. Я могу его поднимать, опускать. И таким образом уже ослаблять или подтягивать. А теперь мы добираемся трещоточкой. И трещоткой откручиваю этот болтик. Кручу. Открутил я болт. Открутил вот так же с другой стороны. Теперь приподнимаем и снимаем вот эту скобу. Ну, втулку. И снимаем втулку. Втулки мы будем фирмы Линкс использовать. С-88-69. Протираем. И одеваем нашу новую втулочку. Диаметр у втулочки здесь 24 миллиметра. Теперь я резьбы. Еще изнутри помажу. Накидываем скобу. И меняем с другой стороны. Вот так. Протираем. тоже протираем и одеваем втулку также накидываем скобу теперь сдвигаем устанавливаем на место сейчас я болты почищу и наживляем болты почистил от коррозии и смазал их смазкой теперь берем их наживляем и он уже от руки идет спокойненько также нажимаем второй дальний болт все наживил вот видно спокойненько идет закручу я его вот такая трещоточка взял 1 4 она слабенькая открутить ей неудобно было поэтому я не показывал закрутить сейчас все смазано закрутить мы закрутим так ну а здесь она не подлезет поэтому здесь откручиваем чем откручивали тем и закручиваем резьба мазаная все хорошо и втулка зажалась нормально я со второй стороны тоже нажавил поэтому я сразу зажимаю ну а подтянуть можно дальний вот этим удлинителем потому что как я и говорил этот слабенький пистолет а этим удобно все эту сторону мы подтянули теперь с этой стороны но тот я также пистолетом подтянул сейчас мы этот болт поджимаем а там уже дотянет и чтобы я даже не разобраться ずу этого что мы закручиваем Все, втулки мы стабилизатора поменяли Подтягиваем на место наши подушки на подрамнике И все, на этом замену втулок и стоек стабилизатора мы закончили Всего вам добро!